Всем привет, друзья! С вами Хантас. Глобальное обновление Зоны Z. То есть, они выпускают обновление один за другим без всяких обещаний, то есть, без всяких там кормлений, что они что-то ведут. Они просто молча добавляют и тем самым очень удивляют нас. Что вы могли заметить, ребят? Куда ты убежал? Он удрал. В общем, ребят, это был мой щеночек. Не знаю, вернется он или нет. Ну, я видел, что многие писали. То есть, ребят, нам добавили питомцев. Просто ни сфига. Вот взяли, выпустили обнову без всяких анонсов и добавили щеночка. Улучшили интерфейс. Также нам добавили. Обязательно, ребят, я хочу это зачекать. То есть, вот у нас есть за ежедневный заход награды. Также есть возможность, ну, это касаемо доната. То есть, если каждый день заходите и добавили фонд надежды. Ну, это, ребят, в принципе, аналог, как в Элдое, да, нам добавляли. То есть, есть донатная версия и есть простая версия. То есть, вот слева предметы. Я уже одно забрал, одну награду. Это награда за то, что если вы не будете, соответственно, донатить. А правая версия, это, соответственно, добавочен также монетки. И получается, то есть, по достижению каких-либо заданий, вы, соответственно, получите получать эту награду. То есть, вот, достичь 10 уровня, построить бункер, восстановить разрушенный гараж. То, да и сё. И самое, ребят, самое интересное. Но я считаю, это вот, получается у нас части черчежей. И самое последнее, на 45 уровне вы на халяву получите, ребят, гранатомет. Просто на халяву. То есть, он уникален на пвп, соответственно. Лупите и добиваете. Ну, и, соответственно, очень удобно им фармить. Ну, в принципе, для меня это реально халява. Потому что практически всё я сделал. Остальное только в уровень упирается. И, в принципе, даже появилась какая-то цель доапать персонажа. Ну, плюс ещё один гранатомёт в мою копилку. Ну, и просто халявные, халявные вещи. Реально, 20 аптек. Халявные крышки, 200 черчежей. Три предмета для починки брони. 20 пороха. Сколько? Две части для починки оружия. То есть, при этом мы не потеряем очки прочности. И всё, это нам падает. Но, к сожалению, вот... Я не знаю, это либо с моим Ноксом связано с эмулятором. То есть, всё-таки это нифига не починено. Так, давайте посмотрим. А, всё. Всё починили. Теперь нормально. Вы могли заметить в прошлом ролике, как у меня персонаж, да, садился там, либо ложился. Разрабы это всё починили. Аккуратненько так садиться. Так, а с кроватью? Ага, и кровать. Шикардос. Разрабы вообще красавчики. Все награды, ребят, падают на почту. И хочу до вас довести, то, что у каждого предмета, то есть, есть время, то есть, либо срок, пока вы его заберёте. Поэтому советую вам с этим не медлить. Потому что мы на стримчике, я на это внимание обратил. То есть, через 18 дней вот исчезнет, через 22 дня. И, ребятки, лучше забрать вовремя, чем потом кусать локти. И, как я понимаю, чтобы приручить этого щеночка, нам нужно построить питомник. В принципе, достаточно халявная постройка. Ну, вот, льняная ткань. Ну, вон, мы сейчас можем изи нафармить. Так, вот, мне немножко осталось подфармить. Но, в принципе, это всё очень просто. Всё очень просто. Всё фармится. То есть, не нужно нигде не пвпшиться, не бегать, не потеть. Заглянул в бункер, вроде бы ничего не поменялось. Но, заглянул в автомат, нашёл кость оленя, ценные травы, материал для продвинутых бинтов. Очень интересно. И, получается, не всё починили. А, всего очков взноса. То есть, получается, вот эта вот последняя вкладка у нас откроется, когда мы прокачаем фулл взносы. То есть, также нам добавили в интерфейс функцию клана. То есть, раньше мы могли только либо вот через этот стол открыть интерфейс клана, либо через радиостанцию у себя дома. Сейчас это можно сделать даже на глобальной карте. То есть, вот возле рации разрабы добавили иконку. То есть, здесь вы можете, соответственно, всё делать. Также офигенно, просто офигенно изменили интерфейс. Он намного понятнее стал. И, наконец-то, я допёр, как это всё-таки работает. Вот, накапливаемый фонд. Вот. Я раньше думал, то есть, по достижению такого-то вот уровня вы получите этот предмет. Нет, ребят, по достижению этого уровня вот такие вот предметы могут появиться. Вот в этом, получается, автомате. То есть, чем выше уровень, тем больше возможностей открывается для вас. И, то есть, такие предметы вы, в принципе, сможете покупать в своём автомате. Но, по поводу костей, конечно, очень интересно. Особые травы. Перезашёл, ребят, в свою локацию. Я уж испугался, что он убежал. На самом деле, нет. То есть, я вот только-только вернулся с бункера. И он опять здесь появился и бегает туда-сюда. Вообще забавный, такой крупненький. И также заметил, что некоторые предметы поменяли. То есть, я как понимаю, некоторые предметы заменили. Это у нас, получается, металлсвязка вместо шестерёнки. А вот по поводу этого предмета подсказать не смогу. Обязательно напишите в комментариях, что получается. Это стеклоцемент. Стеклоцемент. Простой, не слишком надёжный. Адгезив. Очень интересный перевод. И, ребят, раньше я говорил, что поиск источника – это такая фигня. На самом деле, это очень топово. То есть, это показывает весь предмет, разбирают, как его можно скрафтить. И вот, посмотрел на примере, например, дробовика. То есть, жмём, смотрим, что, где мы можем достать. Как получить? Часть курка. Способ производства – бункер. Торговый автомат. То есть, мы можем купить это только в торговом автомате. Необработанная сталь. Где мы это можем получить? Можем мы это сделать, например, в рафинирующей. Это у нас такой станок. Можем это мы скрафтить из серы, из медных и стальных слитков. Далее показывает, соответственно, у нас, что и с чего готовится. То есть, вот такая вот доскональная ветка. Как и что, где мы можем добыть. Как всё. То есть, здесь не может возникать каких-либо вопросов. То есть, это своя википедия, можно сказать, в игре. Это, ребят, огромный плюс. Реально огромный плюс. То есть, если у вас какой-то вопрос возникает по этому предмету, нажимаете поиск источника, и вам показывают, где этот предмет, в принципе, можно добыть. Офигенно. Построил я вольер. Давайте посмотрим, что за у него такой интерфейс. Ну, к сожалению, вот нормально показать. А вот, получается. То есть, у меня всё-таки лаги сохраняются. Так, получить питомца через 15 часов. Так, подождите. Еда исчезнет через 0. Если у вас не хватает еды, ваш щенок не будет расти, а взрослая собака не выйдет из лагера. Количество взрослых собак 0. Все взрослые собаки потребляют еду со скоростью 0 минут. Количество щенков 0. Все щенки потребляют еду со скоростью... Так, подождите. Вот, можно кормить практически всем вообще. Офигеть. Подождите, давайте наложим еды, что ли. А, то есть, сразу показывает вся еда, какая имеется. В принципе, собакен ничем не брезгует и ест. Еда исчезнет через 3 часа? Серьёзно? Это столько еды надо собакену? Подожди. Даже ягод. Ну, всё-таки, получается, собакен у меня появится только через 15 часов. И ничего с этим поделать нельзя. То есть, давайте, может быть, перезайдём. Вот он, я как видел, он у меня появился. Может быть, от перезахода это поможет? Что бы я ни делал, но, к сожалению, он не появился. То есть, изначально, когда вы бегаете без... Получается, построение этого питомца-щенка у вас нет. Он бегает, здесь дразнится. Когда вы строите, он пропадает. То есть, получается, только через некоторое время мы сможем его получить. И очень, очень интересно. То есть, здесь показывается количество взрослых собак, количество щенков. И всего просто дофигища. Так, получается, еда нужна, чтобы нам вырастить щенков. И чтобы, соответственно, выходили собаки. То есть, получается, если у вас не хватает еды, ваш щенок не будет расти, а взрослая собака не выйдет из лагеря. То есть, нас кто-то сможет сопровождать. И это будет наш питомец, наша собака. Ну, давайте, наверное, уже в следующем ролике мы дождемся этого. Да, и уже с питомцем, я не знаю, там выращу. И очень интересно. То есть, вот здесь сырое мясо всего лишь плюс 15 дает, а жареное уже плюс 40. То есть, получается, жареное мясо дает больше всего еды именно питомцу. А с еды 437. Не знаю, сколько он будет потреблять. Ну, вроде бы, по времени написано. И, наверное, будет все-таки так же все, как в Элдое. То есть, чем больше собак, чем больше щенков, тем быстрее это они все будут потреблять. Ну, они ничем не брезгуют и потребляют абсолютно все, в принципе. Поэтому мы запасы можем пополнить очень быстро. Тем более, что сейчас энергия тратится не так много. И можно практически нон-стопом фармить. На этом все, ребятки, по обнове. На самом деле, она очень топовая. Просто вот так вот не означает, да. Без всяких, еще раз повторюсь, анонсов. Разрабы подвезли нам собачек, то есть наших питомцев. В других играх, ребят, нас кормят очень долго-долго-долго. А здесь просто подвезли. То есть, это огромный плюс этой игре и разрабам. Подписывайтесь на канал. Не забывайте поддерживать большим пальцем вверх. И, конечно же, прожать колокольчик, чтобы пропускать следующие выпуски. Всем добра. Пока-пока.